Всем привет! Сейчас рассмотрим, как парсить таблицы с объединенными ячейками, ячейки которых имеют параметры call span и row span. Что это такое? Открываем ссылку, которую нам предоставили. Здесь есть вот такая таблица и в таблице, как мы видим, объединены вот эти ячейки. И вот эта ячейка объединена из трех. То есть, если мы посмотрим на код. Так, вот она таблица получается идет. И видим, что в th у нас call span равно 2, то есть объединены две ячейки и дополнительные атрибуты call span. И, как подозреваю, row span здесь есть таблицы. То есть, парсить эту таблицу простыми методами не получится из-за того, что у нее объединены ячейки. Соответственно, чтобы такую таблицу парсить, нужно сначала ее преобразовать в обычную. Как это делается? Задаем границу парсинга для взятия таблицы. Через контекстное меню вставляем оператор авто, который найдет закрывающий tag table. вот он нашел. Парсинг за границами, чтобы table у нас не обрезался. Так, я по ошибке взял повторяющиеся границы, поэтому перезададим немного. Переходим в границы парсинга 1. Так, все далее. Готово. То есть, границы парсинга 1 у нас будет выводить нашу таблицу. Чтобы преобразовать, объединить эти ячейки, объединенные, вернее, размножить их, мы воспользуемся макросом, который называется apply table spans. Вводим в поиски и вот он у нас появляется. Размножение ячейок HTML таблицы, согласно их атрибутам row span и call span. При этом атрибуты row span и call span удаляются из-за результата. Оператор fix служит для включения функции предварительного восстановления структуры HTML таблицы. То есть, это полезно для некоторых случаев, когда люди не наделяют должного внимания структуре HTML таблицы и она рушится. То есть, мы вставили сюда наш макрос и пробуем выполнить предпросмотр. Смотрим в виде HTML и видим, что ячейки размножились и теперь наша задача объединить вот эти две ячейки заголовка в одну. Как это делается? Есть специальный макрос merge table rows. Вот его описание. Объединение первых n рядов ячеек таблицы или преобразование многострочной таблицы в двухстрочную. Вот. То есть, что мы делаем? Мы вот это все делаем. Вставляем макрос merge table rows и выполняем предпросмотр. Видим, что у нас первая строка преобразовалась в... первые две строки преобразовались в одну методом добавления данных из второй строки. То есть, смотрите. Вот, допустим, у нас есть такая таблица. Это до объединения первых двух строк. И после преобразования данные второй строки будут добавляться вот сюда. Вот эти данные сюда. При том, что если данные первой и второй строки одинаковые, добавление не произойдет, что логично. Вот уже с розницей добавление произойдет здесь в скобках. Мелкий опыт сюда добавится в скобках и крупный опыт сюда добавится в скобках. Смотрим, что получается. Но тут как бы есть такой момент, что видно какие-то разрушенные теги, поэтому проверим нашу html таблицу. Так, секундочку. Вот здесь, если мы проанализируем, мы увидим в ходе документа недописанные теги th. Это ошибка людей, поэтому мы ее для себя исправим с помощью функции поиск замены для этой границы парсинга. То есть, th. Вот такую конструкцию мы заменим на правильную. То есть, восстановим структуру таблицы и посмотрим, что теперь будет происходить. Видим, что теперь все правильно. То есть, смотрите, было так, да. То есть, размер, размер, количество, количество. Цена за штуку, розница. И видим теперь, что первые две строки таблицы правильно объединились. И мы дальше можем эту таблицу парсить макросами для парсинга html таблицы CSV. Смотрим, что эта таблица у нас является горизонтальный. То есть, у нас название столбцов расположены, ну, так скажем, в первой строке. Если бы название строк были расположены в первом столбце, вот как, вот так вот, то это было в вертикальной таблице. То есть, чтобы парсить горизонтальные таблицы, мы используем макрос html. Видим, что данные парсятся в CSV так, как нам нужно. Всем спасибо за внимание.